Главный европейский вопрос последних месяцев, как справиться с потоком беженцев, перерастает в проблему, что делать с теми, кто уже приехал и обосновался. Социальных пособий и программ интеграции оказалось недостаточно. Немецкие полицейские теперь не заходят в мигрантские районы. Тротуары там после Нового года до сих пор усеяны гильзами. Некоторые берлинские улицы вообще не узнать. Репортаж Ивана Благова. Это не Сирия и не Ирак. Берлин. В эту новогоднюю ночь, как уверяет загрузивший ролик в сеть, Группы молодых людей, как принято говорить, с мигрантскими корнями, решили поиграть в войнушку на улицах немецкой столицы. В ход идут петарды, ракетницы, травматические пистолеты. Отважная девушка с микрофоном спрашивает у одного из местных, что происходит. Одна группа на другую. Нет никакой вражды. Там все друг с другом знакомы. Просто чистая забава. Посмотрите, как рада такой забаве мать с двумя детьми. Она вынуждена пробираться через настоящую зону боевых действий. А вот неподалеку, в Новый год, кто-то решил поиграть в терминатора. Его товарищ помогает направить ракетницу таким образом, чтобы заряды летели вдоль улицы. Или вот, мощный заряд взрывается прямо на асфальте. Добро пожаловать в районы Берлина, Кройцберг и Нойкёльн. Районы, где самый высокий процент новых немцев в столице Германии. И такое происходит здесь каждую новогоднюю ночь. Это тот самый перекрёсток у метро Херманстрасса, на котором и был снят скандальный видеоролик. Буквально пять минут нам потребовалось для того, чтобы собрать целую пригоршню гильз. И это лишь то, что застряло между камней брусчатки. И поэтому не было убрано. Подобное происходит даже несмотря на теракты в Париже. Несмотря на то, что травматические боевые пистолеты в темноте трудно отличить друг от друга. Почему стражи порядка? Всё это позволяют. Проблема почти всех больших городов. Глава профсоюза полиции Кёльна недавно заявил, есть места, куда правоохранители вообще не суются. Люди устраивают в пригородах целые районы, где они хотят сами всё контролировать. Полиции всё труднее и труднее там работать. Туда ведь даже проникнуть трудно. События в Кёльне заставили внимательно посмотреть на то, с какими культурными особенностями приезжих столкнулась Европа. Вот берлинская подземка. Мигрант только что справил нужду прямо в вагоне у всех на виду. Ангела Меркель, месяцами повторявшая с потоком беженцев «мы справимся», впервые дала понять, теперь она в этом не уверена. И сейчас ни с того ни с сего мы сталкиваемся с проблемой. Беженцы прибывают в Европу, а мы уязвимы, как мы видим. Потому что до сих пор у нас нет порядка того уровня контроля, который мы бы хотели. Политика псевдотолерантности привела к умышленному сокрытию фактов нападения на женщин. Не только в Германии. Грандиозный скандал в Швеции. Выяснилось, что полиция в течение нескольких лет игнорировала факты домогательств к девушкам во время молодежного музыкального фестиваля в Стокгольме. В сети набирают популярность ролики с мигрантами, обижающими представительниц прекрасного пола. Где и когда они сняты, определить можно не всегда. Но что очевидно, подогревать они способны лишь атмосферу ненависти. В Лейфцеге владельцы магазинов сегодня заказывают новые стекла. Накануне полиция едва разняла неонацистов и представителей боевого крыла левых. Тема мигрантов для них повод для нового жесткого противостояния. Иван Благой, Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Первый канал, Берлин.